Продолжение следует... Были направлены письма в Управление культуры. Нам официально дано разрешение использовать библиотеку номер 18 в Корабельном районе и библиотеку Корабельного района для сборов территориальных громад Корабельного района и, соответственно, территориальных громад города. Есть распорядок работы самой библиотеки рабочего дня. И действительно, если там конец месяца надо было навеститься в ментальный порядок, то это да. Но если человек заранее договорился, ему дали согласие, и приезжаем, так же не просто он один приехал. На собрание громады приехали люди, бывшие работники завода, жители района. Для чего? Это очередное собрание, где рассматривали вопросы самой громады. Было крайне неприятно, когда нам сообщили, что вмешался глава районной администрации в этот вопрос и работники силовых структур. Хотя сообщили работники библиотеки, чтобы не обратились, да, чтобы закрыть библиотеку перед нашим собранием. Меня зовут Папова Александр, я также представитель инициативной группы территориальной громады. А я не слушаю. Как раз после первого собрания, собрание инициативной группы и жители разобрали ситуацию, которая сегодня сложилась вокруг завода «Океан». Вот конструктивно она выглядит на схеме, я кратенько прокомментирую. Начну сначала сверху. Главный закон Украины какой у нас? Конституция Украины. Она одинакова для всех. Главным гарантом в Украине является кто? Президент в Украине. В области у нас кто является? Губернатор Вадим Иванович Мерик. У него есть, естественно, первый заместитель, который занимается и курирует непосредственно вопросы экономики всех предприятий и производства промышленности в Николаевской области. Значит, естественно, под ними их команды слушают кто? Налоговая инспекция, налоговая полиция, сейчас сборы, прокурор, прокуратура вся областная, суды, естественно. МВДУ, хоть суды у нас независимые, понятно, но суды и так далее. СБУ, городская пласть. За всем над этим надзирает, конечно, служба безопасности, чтобы, не дай бог, не было какой-то безопасности для Украины. Все мы это знаем. Все эти органы сейчас обязаны контролировать, чтобы вдруг ничего не было. Чтобы вокруг вот этих вот предприятий, которые сложились, была благоприятная работа, чтобы все на Украине работа открутилась в законодательном поле. Сегодня что мы имеем? Сегодня мы имеем ПАО НЦЗ «Океан», который собой представляет себе на минуточку. 97,5% это мажоритарный акционер с точки зрения права. И 14 тысяч миноритарных акционеров. Это все жители, в основном, кормильного района, это бывшие сотрудники, это все акционеры, это люди, которые сегодня имеют право на долю в заводе «Океан». Это с одной стороны. С другой стороны, имеем сегодня ООО «Океан», у которой фактически на сегодня закончился договор о вере, и они там находятся незаконно. То есть договор закончился. Что стоит под ними? Ответственность какая? И обещания, и гарантии. ПАО «Океан» в лице действующего президента Валерия Игоревича Морозова гарантирует создание более тысячи рабочих мест сегодня, сразу после входа на завод. Погашение всех сложившихся долгов, которые крутятся вокруг завода. Их всего около 40 миллионов. Это в первую очередь задолженности по заработным платам. Около тысячу восемьдесят шесть человек, которые, ну, будет цифру точную, в любом деле мы все это расскажем. Это долги и налоги по передбюджетам сегодня выплаченные. Также гарантируется и есть программа уже по привлечению внутренних и заблежных инвестиций на завод. То есть сегодня не хватает зайти на завод и начать работать, внедрять эти все программы. Нанимать рабочих и налаживать жизнь на завод. С другой стороны, чем сегодня занимается ООО «Океан»? Обслуживание портовой деятельности, обслуживание каких-то мелких грузов, неизвестная деятельность. Ну, в основном сегодня все жители громады молятся и кричат, и говорят, когда же прекратится сегодня порезка, вырезка тотальная на металлолом завод Океан. Сегодня даже не происходит вывоз, сегодня завод режется, грузится на баржи металлолом и вывозится водой в неизвестном направлении. В неизвестном направлении наращиваются долги перед бюджетом, в том числе перед ПАО. Потому что существовал договор, который закончил сегодня действие, и непонятно, уже безосновательное руководство находится на территории Океана и продолжает пользоваться площадями и ресурсами завода Океан. Ну и сравнительное использование порта сегодня. Вы все знаете, что была информация две недели назад, что в каком-то из гаражей завода Океана на 25 миллионов гривен нашли контрабандного никотина продукции сигарет. А как вы думаете, откуда он там взялся? Через Океан? Это вопросы мы, вы, пожалуйста, ответьте. Вот такая вот ситуация. Вот давайте сравните сегодня, от какого предприятия сегодня больше польза для города, для горожан, для района, для области. Кто виноват? Кто лоббирует эти схемы? Территоральная громада сегодня в интересах жителей Корабельного района возмущена тем, что сегодня по несуществующим договорам аренды находятся люди и пользуются мощностью. Вот что нас интересует. Тысячи, тысячи вот этих сотрудников, как вы думаете, где они сейчас? Ну, чистятся на заводе, а работают на заводе. Они сейчас не чистятся, они уволены. Ну, у каждого из них есть семьи, жены, дети, пожилые родители. Они сегодня трудятся на верхах Франции, Португалии, Польши. А в основном, России, России, нонсенс. Только не тысячи, а восемь тысячи. Программа президента, возобновить судостроение, вернуть специалистов в судооценительный налог. И что первый зам мешает президенту восстановить? Мы не понимаем, в чем ситуация. Мы просим, даже предлагаем от имени территориальной громады, вот этому поводу, предлагаем, просим вас помощи, как вы журналисты, и предлагаем вам предоставить, мы можем вам предоставить, руководство завода может предоставить все документы для того, чтобы вы помогли провести там независимое журналистское расследование и ответить на эти вопросы. А вы задавали эти вопросы конкретно? Все вопросы заданы. Вы же понимаете, что все письма... От лица Павлова, строительный завод «Океан», я направил письма на имя генерала Лея Калышевича. Он расписал письмо о нахождении этой компании, трио завода «Океан», позадовался в объеме 30 миллионов, чтобы разобрался первый зал. К сожалению, за полторы недели мы еще не встретились по этому вопросу. Второй вопрос по самому заводу и ситуации, которая сложилась на заводе по загрузке по зарплате, по загрузке производства отчастей. С Владимиром Ивановичем мы встречались буквально 1 мая. Он разотачил юридическую службу госполкома по разобраться по регистрации, что произошло там неверазумение, что меня убрали с реестра, ошибка была регистратора. Я думаю, этот вопрос уже разрешается. И дальше мы встретимся уже непосредственно по проблемам завода и по вопросам, которые стоят сегодня непосредственно по задолжке по зарплате и инвестициям в загрузке. Это стоит вопрос номер один. И если ничего не поломается, мы завтра, наверное, будем встречаться. Трижды пытался зайти на завод и не попал на завод. Вот по этому поводу были направлены письма в прокуратуру, в МВД. Наряды милиции вызывались непосредственно по ходу. К сожалению, до сегодняшнего дня мы не получили ни одного ответа. А что должен сделать, по вашему мнению, первый зам ПОГА? Попадаете, вы не нашли общий язык? Какие действия? Я вам скажу, я прошлое пресс-конференцию озвучивал и сегодня повторюсь со слов бывшего руководителя Афанасина Кажесана Андреевича вот этой компании ТРИО «Океан», что все вопросы по этой организации ТРИО курирует непосредственно первый заместитель областной ДЭШ-администрации, Романчук Николаевич. То есть, это практически его завод? Ну, его ООО. Это не его, его. Под контрольный. Под контрольный именно им. А вы говорили о Вадиме Ивановичу? Да, я Вадим Ивановичу этот вопрос озвучил. Он сказал, что разбирается. Я так понимаю, этим должны разбираться компетентные уровни. Вы знаете, мы направляли письма во все органы силовых структур. Со слов заявления господина Афанасенко, курирует это предприятие господин Романчук. Романчук входит в комитет кредиторов? В официальный комитет кредиторов он не входит. Хотя на одной из пресс-конференций он озвучивал задолженность по зарплате 14 миллионов. Что ему лично должно предприятие 14 миллионов. Мы информировали, мы писаловый ответ дали адміністрации в этом, что действительно заборгованность, заборгованность еще больше в том, что, соответственно, до статт. 117 Кодекса законов про працию, каждый работник, который несвоёчасно получил разрешение при звольнении, имеет на один средний зарплату за каждый день посылочек. Потом мы вернулись в правоохранительные органы. Сегодня списки заборгованных родителей, переданных в прокуратуру Карапельного района, следственные органы. Все это відомо всех наших керевников. Звернулися мы дійсно до занесого руководителя Виктора Васильевича как керевника по поверненню борги и работе борги. Василь Викторович, я не керую предприемством, при цьому присутній був голова Центрального комитету про спілки работников суднобудования Украины Бутенка, Николай Олександрович, глава обкома нашого, про цей беседі в Хрисоне. Не керую цим предприемством. Після цього, коли з'явилось від 14.05 в реєстрі Федін Василь Викторович в реєстрі, я звонил и телефонували. Він ответил о том, что, шановні, если кто-то меня зареєструвал, если я не хочу быть космонавтом, меня же никто не заставил. Это его ответ. Так що, шановні, Анатолій Семенович, я не яким боком і не яким цим самим не маю відношення до МСЗ ОКА. Уже не ходять, нам сказали, сегодня два работника, так ПАО я понимаю в целом. То есть, в принципі, вообще коллективо... Это сегодня на данном этапе президент, начальник отдела кадров в целом. Те работники, которые на штатном были в работе, ну, в частности, там ДОКО военнослужащих, станции, типообслуживание, которые есть, они из ПАО перевелись там до ХОПО. Ну, братка от 120 до 200. У меня, я имею все полномочия, как руководитель предприятия, у меня есть подпись и печаль. При моем назначении были все направлены письма и в таможенные органы, в различные органы, назовем так, и налоговая инспекция, везде, что печать, которая была до моего назначения, признается недействительной. Сегодня, к сожалению, налоговая инспекция принимает отчеты по ПАО, судостроительный завод «Океан», по фальшивым документам, как сегодня уже выясняется. К сожалению, ни МВД, ни прокуратура, мне сложно делать оценку, но судя по последнему хозяйственному суду, которое было заседание, и где господин Геранин есть такой, предоставил эту доверенность, что он представляет интересы ПАО, судя по поводу «Океан». От кого доверенность? Выданная от господина Федина. Который имеет отношение к Новинскому. Который имеет отношение к Новинскому. Но не имеет отношение к «Океану». Но не имеет отношение к «Океану». Получается так, что есть завод «Океан», который имеет отношение к Федину, соответственно, к Новинскому. Нет, это «Трио». Это не завод, это «Трио». «Трио». Это частный предприятие. Одноименный завод, который имеет отношение к Новинскому. Который, деятельность, с ваших слов, мы понимаем, что курирует Романчук. Это не своих слов, со слов господина Афанасенко. Руководителя. Да, ну пусть будет со слов господина Афанасенко. Получается, что Романчук представляет здесь интересы Новинского, фактически, и препятствует на местном уровне налоговой, прокуратуре, судам, МВД, СГУ разобраться в ситуации. Совершенно верно. Выливается именно там. Дополнение предыдущего вопроса. Насколько я понимаю, договор аренды давным-давно закончился. Мы направили все письма о расторжении доллара за три месяца предупредили. За неделю до конца года мы еще раз подтвердили наше намерение о расторжении договора и написали письмо о погашении задолженности по аренде основных фондов, что перечислили деньги на погашение задолженности по зарплате. Инвертаризация проводится? Инвертаризация сегодня не может проводиться, потому что мы не можем попасть на завод. А чего вы не обращаетесь выше, чем... Значит, знаете, мы обратились и в Генеральную прокуратуру, мы обратились в Кабинет Министров и мы обратились к Президенту. И что Президент? Пока еще две. Здесь принципиально посмотреть, какие коммерческие структуры работают? Завтра, если будет состоится встреча с губернатором, я думаю, я озвучу этот вопрос и попрошу помощи у губернатора, чтобы могли нам оказать помощь на шиповке, на этой предприятии. Не хотелось бы сегодня кого-то обвинять в коррупции. Ну ладно, его уже обвинили. Нет, еще не обвинили. Принозу обвиняют. Прокуратура обвиняют. Суд обвиняют. Но просто сами действия, которые происходят сегодня в районе и на заводе, оно просто наталкивает на мысль, что сегодня существует какая-то коррупционная случая. И вот она наглядна перед вами. Вы же посмотрите, заявление даже по незаходу на завод первое состоялось у нас в августе прошлого года. Ведь до сих пор не поступило ни одного ответа с МВД. Как же так? Мы написали заявление, не пустили ни директора предприятия, не пустили арбитражного управляющего на предприятия. И никакого практического расследования этого дела не произошло. Сегодня даже вот, если мы до конца года при наличии сегодняшних предложений по инвестициям на завод обеспечим тысячи рабочих мест, это представь себе, сегодня вернутся специалисты, которые научили наши заводы суда-то строительной. Сегодня свадьбочка научить, наверное, как минимум 10 лет. Хотя бы получить третий, четвертый разверт. И эти люди сегодня работают не у нас в стране, а работают за рубежом. На агрессор. Ну, я не буду называть агрессор, а в франции не агрессор. Во Франции работают, в Норвегии работают, в России, в Астрахани работают, в Санкт-Петербурге работают. Больше очень много специалистов. Ну, поймите, даже если с Россией сегодня вернутся наши специалисты, наши, наши коренные николаевцы, и начнут работать на родных верфях, это же только польза для государства. Несколько переросло, этот конфликт перерос уже даже в заводской. Вы что, смотрите, я очень яро поднял вопрос о коррупции. Почему сегодня предприятие, которое не имеет никаких оснований нахождения на заводе, эксплуатирует эти основные фонды? Сегодня распоряжением Кабинета Министров Украины открыт пункт пропуска через границу на заводе Океан, на паузу до строительного завода Океан. Как может сегодня управлять границей организация, которая никакого отношения не имеет к постановлению Кабинета Министров? Это что, открыли границу для кого-то? Я не понимаю, это для ООО. Для контрабанды? Для контрабанды или для чего? Объясните, чьи эти три метра? Ну да, чья граница? Так может это специально все властью и санкционировали? Да не может быть, я в это не верю. Так что, получается, пропаганда идет сегодня о борьбе с коррупцией? Ну вот, об этом и речь. А на самом деле здесь заложены такие корни серьезные. Вот я удивляюсь, вы смотрите, было заседание хозяйственного суда, одно из последних, где судья четко и ясно сказал, господин Гераль, кто вы такой? Говорит, я представитель пауза на строительство Золотого океана, вот у меня доверенность. Мы изучили доверенность, говорит, подскажите, пожалуйста, когда вам была доверенность? В 2014 году. Говорит, позвольте, но господин Федин был уволен в 2013, вот его приказ о увольнении по собственному желанию. Вы знали об этом? Да, знал. Причем это идет заседание под запись. А господин Федин, который выдавал вам доверенность, он тоже об этом знал? Говорит, да, он тоже об этом знал. А нотариус, который выдавал эту доверенность, не подсказывает. Он тоже об этом знал? Говорит, да, тоже знал. Да как же так? Получается, что нотариус заведомо знал, что существует преступное, выписывает документ, фальшивый, Что господин Федин, что Геранин, который выступает от пауза строительного завода «Океан». А фамилия Нотариус? Я сейчас известно, если надо, я отдельно вам дадим полигон, я почту пришлю. Причем это Нотариус Хельсонский, Нотариус города Хельсона, который обслуживает все предприятия «Смарт-кл». Я скажу, в чем мы еще очень переживаем за то, что происходит назад. Во-первых, очень сложная инженерная суда. Это сухой док, мне кажется, знаете, единственный сухой док на Украине, на соцсостроительном заводе «Океан». Ну, если Крым считать, сейчас по поводу. Ну, Крыму уже, Крым сложно сейчас считать, по ряду объективных причин. Авария была в январе. Два крана вдоль сухого докса сошли с ряда. То есть перед ураганом, или там... Буревые захваты. Да. Они раскрепили краны, и они начали самодвижение. Сошли с ряда. Сегодня предполагаемый ремонт, восстановление этих кранов уже 200 тысяч долларов. Собственники крайне возмущены. Вот в Швейцарии, они говорят, мы не понимаем, что происходит. Как может собственный не попасть на завод? Ну, до них, как европейцев, это непонятно. Конечно, им хотелось бы сегодня получать прибыль. Потому что за этот период времени, до дохода Новинского, были огромные капиталы вложения вложены в завод. И когда Новинский брал, в управление это предприятие было много обещаний, что завод будет процветать. Конечно, выглядело это очень красиво, когда три судостроительных завода будут в одном, как говорится, объединении находиться, и будут распределяться заказы по этим предприятиям, и расширяться только пакет заказов. К сожалению, этого не произошло. К сожалению. И маем то, что маем. Мы набираем сегодня на завод, в частности, уже будем обмирать тендер на замещение вакантной должности начальника цехов номер один, номер одиннадцать, номер двенадцать, номер два. Уже будем сегодня искать специалистов для работы в управлении судоремонт, и, конечно, всех специальностей набора по ЦХ, то есть энергетики, механики, писаря и свадщики. Мы все пришлем, пришлем обращения в милицию, протоколы, обращения в прокуратуру, президент, в кабинет министра. Все это мы дадим, все эти там. Даже ответы, какие были. Чтобы мы вместе с вами пришли к какому-то завершению. Я хочу, чтобы, я буду простить Вадима Ивановича, чтобы оказал нам вопрос. Я не знаю, кого он привлечет к этому вопросу. Или силовые органы, или... Лучшая общественность. Или общественность. Это на усмотрение, он руководитель области. И как губернатор. И он, наверное, примет правильное решение. Я думаю, что помощь будет от нас. Ну, я думаю, что после завтрашней встречи с губернатором я назову даже четкий срок, когда мы будем уже начинать работать. При первом появлении на заводе, считайте, что это день уже рабочий. Завод.